Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 31 главы этой книги, в которой содержится 40 стихов. В данной главе Иов оправдывает себя от обвинений в следующих грехах. Он оправдывает себя в распутстве и нечистоте сердца. Об этом с 1 по 4 стих. Ничего такого не было в его жизни. Он оправдывает себя в мошенничестве, в жульничестве, в торговле. Жульничество в торговле – это очень распространенное преступление. Об этом 4 по 8 стих. Он оправдывает себя в прелюбодействии. Этого не было в его жизни, как и распутство. Об этом с 9 по 12 стих. Про любодеяние – это не просто распутство, это измена в отношении между мужем и женой, женой и мужем. Высокомерие и суровом отношении к слугам. Об этом с 13 по 15 стих. В немилосердие к бедным, вдовам и сиротам. Об этом с 16 по 23. В уповании на мирское богатство. Об этом с 24 по 25. В одолопоклонстве. Об этом с 26 по 28. В мстительности. 29 по 31. В пренебрежительном отношении к бедным странникам. 32 стих. В лицемерии. При сокрытии своих грехов. И в трусости. При попустительстве грехам других. С 33 по 34. В притеснении и посягательстве на права других. С 38 по 40. И в заключительной части главы он взывает к суду Божьему относительно своей непорочности. С 35 по 37 стих. Итак, первый отрывок. С 1 по 4 стих. Иов оправдывает себя об обвинении в распутстве и нечистоте сердца. Святые отцы очень много говорят о необходимости созерцать свое сердце. Отцы церкви настаивали на том, что надо погрузить свой ум в сердце и рассматривать любые движения, которые там происходят. Без такого контроля мы можем не уследить за собою, и чувства могут возобладать над нашим разумом. И мы читаем с 1 по 4 стих. Прямая аллюзия с Нагорной проповедью, где Христос говорил, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Оказывается, что в Ветхом Завете были люди, которые это понимали. И когда Иов говорит, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице», он показывает, что вот этот закон высший Христов, евангельский, он уже проник в его сердце. «Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский учил, если ты увидишь красивую девицу или юношу, помысли, сколь более совершенны небесные ангелы, и прославь Бога за ту красоту, которую ты видишь». То есть очень важно изменить мотивацию, почему мы смотрим на кого-то. Красота – это зона риска для самих носителей красоты и для тех, которые обольщаются этой красотой. Второй стих. «Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Снедержителя с небес?» Здесь он как бы говорит, «я контролировал свои глаза, чтобы не помышлять о девице». «Какая же участь мне от Бога свыше?» То есть он как бы спрашивает, «я исполняю закон не только делом, но и в сердце своем, в помышлениях своих, во взорах своих, думаю о заповеди». «Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» Здесь он продолжает эту мысль. Он говорит, «я даже контролировал свой взгляд. И почему меня настигла гибель? Почему меня настигло зло? Разве всё это не для нечестивого, не для делающего напасть?» «Не видел ли он, то есть Бог, путей моих, и не считал ли всех моих шагов?» Конечно, Бог – это тот, который видит все наши пути. Как сказано, «не спит, не дремлет, страж Израилев». Господь проницает всё. Поэтому этот вопрос, скорее всего, риторический. Он как бы говорит, «не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов?» Он это говорит с уверенностью, что Бог всё видел, всё сосчитал и всё знает. Далее, с пятого и ниже, с пятого по восьмой. Иов оправдывает себя от обвинений в мошенничестве и жульничестве в торговле. «Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Иов уверен в том, что справедливость, рано или поздно, она восторжествует, что последнее слово, оно всегда остаётся за Богом. Поэтому он так и говорит. И далее. «Если стопы мои уклонились от пути, и сердце моё следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». То есть он готов понести наказание, но он хочет знать, за что. Это не претензия к Богу, это вера в справедливость, это вера в то, что мир не существует сам по себе, что, сотворив мир, Бог не устранился от управления этим миром. Далее он оправдывает себя от обвинений в прелюбодействии. Об этом с 9 по 12 стих. Раньше он говорил о распутстве очей, а теперь о прелюбодеянии. «Если сердце моё прельчалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего» Ковы – это как бы ловушку готовил, некую ловушку. «Если сердце моё прельчалось женщиной», то есть чужой женщиной, «я строил ковы у дверей моего ближнего, а ближний – это муж этой женщины, «Пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над нею». Он верит в то, что наказание, оно соразмерно в вине. И если он прельщал чужую жену, то пусть теперь его жена находится во власти другого. И он может это говорить смело, потому что ничего такого не было. Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, тот, кто прельщается чужой женою, он строит ковы ее мужу, брату по вере, скажем так. И это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое. Здесь интересно вот это словосочетание – огонь, поедающий до истребления. То есть это муки, которые начинаются еще до смерти. И он понимает, что именно грехи причиняют страдания человеку уже в этой жизни. Далее он оправдывает себя от обвинений в высокомерии и суровом отношении к слугам. Об этом с 13 по 15 стих. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною». Сама постановка вопроса, согласитесь, да, необычная. Оказывается, слуги и служанки спорили с ним. Это трудно представить. Речь идет об очень древних временах, когда на слуг и на служанок смотрели, как на личные вещи. «Если я пренебрегал правами», оказывается, в понимании Иова у них есть права, «слуги и служанки мои, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал?» То есть когда бы Бог вступился за них, «Если я пренебрегаю их претензиями, Бог может пренебречь моими правами». То что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? «Не Он ли, Который создал меня в очреве, создал и Его и равно образовал нас в утробе?» То есть тот же Бог, Который в очреве создал меня, восклицает Иов, Он же создал моего слугу и мою служанку. Единство природы, Иов это осознает, для него это не вещи, это личности, наделенные правами, хотя права предполагают и обязанности. Далее Он оправдывает себя от обвинений в немилосердии к бедным, вдовам и сиротам. Об этом 16 по 23 стих. Здесь мы видим, какая высокая праведность, нравственность присутствует в сознании Иова, она превосходит ветхозаветные предписания. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы?» Что значит «томил ли глаза вдовы?» То есть она не стояла долго и не ловила мой взгляд. Сразу увидев ее, я пошел и помог ей. Вот что говорит Иов. «Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него и сирота?» Оказывается, за столом с ним сидели и сироты. «Ибо с детства он рос со мною, как с отцом» Здесь, скорее всего, речь идет об усыновленных детях. «И от чрева матери моей я руководил вдову». Вот здесь немножко непонятно, как можно от чрева матери руководить вдову. Здесь может быть два объяснения. Речь идет о беременной вдове или речь идет о том, что вот этих вдов делали кормилицами для него. И они, кормя Иова, когда он был младенцем, уже получали благо во имя этого младенца. «Если я видел кого, погибающим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его? И не был ли он согрет шерстью овец моих?» Здесь он сначала задает вопрос, а потом риторически его продолжает. Он говорит, «Если я видел кого, погибающего, без одежды, бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его? И не был ли он согрет шерстью овец моих?» Здесь он, задав вопрос, риторически отвечает, хотя и в форме вопроса. «Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот...» Что такое помощь у ворот? Ворот – это судебное место. И какую же помощь он мог видеть у ворот против сироты. То есть были юридические основания наказать сироту, но он этого не делает. «То пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя...» Очень страшный такой приговор выносит он себе. «Это человеку, у которого все кости болели, ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием его не устоял бы я». Далее он оправдывает себя от обвинений в уповании на мирское богатство. С 24 по 25 стих. «Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много?» Нет, это был другой человек. Если мы перечислим все категории лиц, которым он помогал, сироты сидели за его столом, вдовицам достаточно было посмотреть в его сторону, и если он видел их взгляд, он начинал действовать. Он помогает нищим, он помогает больным, он заботится об обществе. Это человек для других людей. Далее оправдывает себя от обвинений в идолопоклонстве. Об этом с 26 по 28 стих. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего? и целовали ли уста мои руку мою?» Здесь, возможно, речь идет о таком языческом обряде, если свет луны очень яркий, человек выставлял свою руку, она озарялась, например, ладонь лунным светом, и он целовал, как бы приветствовал таким образом луну. Или приветствовал солнце поцелуем, как греки делали, и отсылал его к солнцу этот поцелуй. Ну, то, что сейчас называется воздушный поцелуй. Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Он не почитает солнце, он не почитает луну, он почитает Всевышнего, который создал и солнце, и луну, и все, что существует на небе и на земле. Далее он оправдывает себя в том, что он человек немстительный. 29 по 31 стих. Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигло его? Риторический вопрос построен так, что в нем содержится ответ. «Не позволял я устам моим грешить проклятием души его?» Здесь уже конкретное утверждение. «Не говорил ли люди шатрамы его, о, если бы мы от мяс его не насытились?» Нет. Он помогал всем, кому мог, и никто не мог сказать что-то дурное о его гостеприимстве. Он не был мстительным человеком. Он не радовался погибели врага, когда несчастье постигало его, то есть его врага, потому что он не был мстительным. Далее Иов оправдывает себя от обвинений в пренебрежительном отношении к бедным странникам. 32 стих. «Странник не ночевал на улице, двери мои я творял прохожему». Страноприимство в древние времена это была особая добродетель. И в Новом Завете сказано, что те, которые страноприимны, иногда под видом странников принимают даже ангелов в свои жилища. Иов оправдывает себя об обвинении в лицемерии при сокрытии своих грехов и в трусости от попустительства грехам других. 33 по 34. «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за дверь». То есть он не скрывает своих проблем, они у него есть, как у каждого человека, и ему не надо таиться общество, он человек честный, открытый, называет вещи своими именами. И в заключительной части главы он взывает к суду Божьему относительно своей непорочности. Почему он взывает к суду Божию относительно своей непорочности, а церкви учат, что последнее слово остается за Богом. Человек может засвидетельствовать о себе, но каким бы ни было его свидетельство, последнее слово остается за Богом. Об этом 35 по 37 стих. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем». Вот здесь удивительные слова. Он восклицает, «О, если бы кто выслушал меня». Сейчас мы живем в такое время, когда никто никого не слушает. И Иов надеется на Бога. «Вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне». То есть, чтобы небеса перестали молчать, чтобы я понимал происходящее, почему все это происходит со мною. И чтобы защитник мой составил запись. Что это за запись? В Новом Завете сказано, «Он, что все рукописание наших грехов Сын Божий властной рукою пригвоздил к древу креста. Я носил бы его на плечах моих и возлагал бы ее, то есть эту запись, как венец». Тут такое неосознанное прославление креста. Того креста, на котором все наши преступления записаны. «Объявил бы ему число шагов моих», то есть ничего бы не скрывал от записывающего, «сблизился бы с ним, как с князем». Что значит «сблизился бы с ним, как с князем»? То есть я подчинился бы его воле. Далее он оправдывает себя от обвинений в притеснении и посягательстве на права других. Об этом с 38 по 40. «Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня брозды ее, если и ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь». Слова Ива кончились. Иов готов к любым наказаниям, если Бог усмотрит, в чем он неправ. Иов открыто рассказывает о себе, он говорит о своих проблемах, он говорит и о своем служении перед Богом, и он имеет мечту, чтобы Бог начал разговаривать с ним. И мы должны понять, что слова Божии – это не слова человеческие. Бог готов разговаривать с нами. Возникает, конечно, вопрос, а почему Бог молчал? Почему Он разговаривает с нами через землетрясения, через военные конфликты, через эпидемии? Конечно, это связано с тем, что мы разучились напрямую не только слушать Его Слово, но и доверять этому Слову. И сейчас, когда мы истощены бедствиями, когда одно бедствие сменяется другим бедствием, мы как бы уже видим апокалипсических всадников, мы хотим, чтобы Он заговорил с нами, как Иов хочет, чтобы небеса перестали молчать. Бог, Творец мира, разговаривает с нами в Своем Логосе, то есть в Сыне Своем, в Господе нашем, Иисусе Христе. И когда мы исследуем Писание, когда мы читаем Писание, это и есть наша попытка распознать волю Божию относительно нас самих. Бог не молчит, Бог стучит с сердца этого мира, но иногда Ему бывает трудно стучать, потому что Его рука пробита гвоздем твоего скепсиса, твоего недоверия, твоего сомнения. Но вера от слышания, а слышание от Слова Божия, другой возможности усилить веру нету, как только через Слово. И это живое Слово когда-то стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Итак, сегодня мы сделали обзор 31 главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор 32 главы этой книги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!